Китай во втором тысячелетии до нашей эры, когда действительно первая китайская цивилизация сложилась. Ну, относительно Китая, что можно сказать, совершенно фальсифицирована древняя история Китая, примерно как история Древней Палестины. То есть у нас историю Древней Палестины прямо официально до сих пор обычно излагают по Библии, которая не подтверждается никакими другими источниками, является фантастическим романом, написанным примерно Третий век до нашей эры, Второй век до нашей эры под влиянием греческой художественной литературы, в основном всяческой, ну и, естественно, под влиянием оригинальных политических взглядов авторов, которые готовили восстание там с целью организации теократического государства. То есть все датировки Библии вообще никакого смысла, значения не имеют, являются, как правило, художественным вымыселом, иногда как-то связанным с какими-то реальными царями, о которых они знали. Но явно вот период Моисея, Давида и Соломона вообще-то чистая фантастика, ничем не подтверждающаяся. Каких-то поздних царей они еще более-менее там помнят реальных, и то все время там все путают. Они путают даже персидских шахов, которые были лет за 200 до них. Перейдем к Китаю. Та же самая ситуация. Имеется фантастические произведения из Сыма-Тиани, написанные примерно тогда же, когда и Библия, то есть где-то Первый век до нашей эры, Сыма-Тиани конкретно. Библия где-то Третий век до нашей эры. Точно так же переполненные всяческими мифическими существами, всяческими поучениями нравственными, которые Сыма-Тиани посчитал сделать, всяческими поучительными историями о том, как нехорошие правители были наказаны и все такое прочее. Вся эта бурная фантастика непонятно на чем основана, вполне возможно является художественным произведением, и на самом деле ничего конкретно нам не говорит. О чем бы то ни было, но вот в более-менее предыдущие века, как и Библия, в общем, последние где-то 500 лет перед Сыма-Тианем, он начинает примерно излагать вот, примерно как это было, то есть это начинает подтверждаться какими-то археологическими находками, надписями соответствующих императоров и так далее. Что-то начинает подтверждаться, но только вот на последний период. На период так называемой династии Ся и даже вот этой самой династии Шан никаких нет оснований, о чем либо говорить, что там что-либо достоверное написано. Тем не менее в Китае это все является официальной, значит, идеологией, поскольку они говорят, что государство у них существовало примерно тогда же, когда египетские пирамиды и справил ими этот самый император Хуан-Ди и так далее, поскольку Сыма-Тиань удревняет историю Китая и наполняет ее всяческими там чудесами и интересными историями с точки зрения китайцев. Вот продолжает официально Китай это пихать, поэтому во всяких энциклопедиях ставят датировки, прям откровенно по этому Сыма-Тианю, там, допустим, в 2035 году до нашей эры такой-то император умер, о котором никаких записей нет, ничего нет, скорее всего полностью фантастическая выдумка и так далее. Это в полной мере характерно для государства Шан, но для так называемого государства Шан, которые они потом называли династией Шан и так далее, или государства Инь, по крайней мере обнаружены археологические находки, то есть во второй половине первого тысячелетия до нашей эры какие-то действительно государства были в этой местности, из которых потом развелись древнекитайские классические государства, о которых я, конечно, расскажу еще. Вот, но довольно многое о них неизвестно. В частности, они не вели никаких исторических записей, поэтому об истории всех этих государств нельзя ничего сказать. Всяческие бредовые цифры 1554-й там год и прочие все имена императоров и прочие идут по Сыма-Тианю, так что можно их игнорировать. Что мы знаем? Значит, во-первых, были там иерографические надписи, но они их применяли исключительно для гадания, то есть почему-то они иероглифы применяли для того, чтобы задать вопросы своим умершим предкам. Вот все довольно таинственно в этой цивилизации. Вот если они с иероглифами считали, что нужно разговаривать с мертвыми, то, возможно, их предки пользовались активно иероглифами, но как бы они были живыми, потом эти предки умерли, и уже их потомки считали, что вот это тот язык, на котором они писали, эти самые предки. Вот они писали всяческие надписи на черепах и гадательных костях, но также они иероглифы оставляли на разных своих изделиях своей культуры, то есть у них была уже точно письменность, но эта письменность не фиксирует каких-то мифов местных, какой-то истории, записи о царях и так далее. Она в основном либо на сосудах краткие надписи, либо гадательные. Гадательные они, по гадательным надписям можно примерно что-то об этом обществе сказать, допустим, кто в этом обществе был главный, что оно хотело, кому оно было устроено, что-то можно, но неподробно. Ну, был явно царь, то есть ван император, да, я буду императора употреблять, потому что стоялось по отношению к китайскому руководителю. Он был первосвященником, то есть в первую очередь китайский император был всегда религиозной фигурой, он выполнял, собственно, вот эти все ритуалы в честь предков и был посредником между миром живых и вот этими предками, которые умерли. Передавалась власть сначала непонятно как потом по наследству этого императора и он имел определенных чиновников, но вот роль этих чиновников в раннем Китае не совсем понятна. Понятно, что Сыма Цянь жил уже в бюрократическом государстве и он проецировал, он там постоянно сочинял, что там чиновники были, то и сего они делали, но он проецирует его, известные ему социальные отношения на прошлое, это неверно. Оно было устроено примерно как царство Метане, то есть по трем уровням и как хетте тоже. То есть царь жестко контролирует только столицу и ближайший район вокруг нее. Потом идет вторая полоса, это всяческие региональные правители, которые в какой-то степени зависимы, в какой-то степени и нет. То есть, как правило, они посылают дань, они посылают войско, когда надо. И в общем, в основном-то это этим и ограничивается, потому что местные всякие дела эти правители решают сами. Вот примерно так, так называемое рыхлое устройство, да, но примерно так, кстати, были устроены именно арийские царства Метане и Хетте. За этой всей полосой идут враждебные племена, которые периодически нападают, на них также периодически осуществляются походы, берут там рабов и так далее. Техника была бронзовая, это бронзовый все век, и имелись колесницы. Колесницы — это кони, и кони связываются с индоевропейцами, поэтому колесницы постоянно считаются признаком того, что все-таки индоевропейцы эту династию основали. И вот именно с ними, с арийцами умершими, они разговаривали, с мертвыми, с этими, как с великими основателями их цивилизации, которые могут помочь. А реально уже, да, это была уже раса китайская, та, которая уже была при Шанине. То есть, если даже это основали белые, то они уже к тому времени умерли. Но также в языке, я до языка дойду, в языке обнаруживают индоевропейские заимствования, вот в реконструированном языке, в древнекитайском. Но это в то же время реконструкция, то, что по иероглифам мы точно произношения не знаем, имеются реконструкции древнекитайского языка этого периода и более позднего. Я еще пока... У меня планы по языкам довольно обширные, я, наверное, в марте не дойду. Я в начале апреля планирую все эти китайские проблемы осветить, то есть рассказать про реконструкции исходного языка древнекитайского, про классический язык первого тысячелетия, про иероглифы должна быть тема, и, соответственно, про сина, про шусино-кавказскую эту теорию, тем более я часть языков, которые к ней относятся на кавказской семье, уже затрагивал, и тем более в апреле начнутся кавказские. То есть я вот туда сдвину эти все рассказы про язык китайский, потому что он еще и связан с кавказским, посмотрев на представление, поэтому туда. Пока просто, да, могу просто констатировать, что в языке предполагают индоевропейские заимствования и связывают это вот со всей этой теорией, что китайскую цивилизацию основали индоевропейцы. Естественно, Сэма Цианя эту теорию не поддерживает, он сочиняет всяких таинственных императоров, волшебных, Хуанди и прочих богов. Естественно, по Сэма Цианю происходят от богов, а не от лиц. Сэма Цианя пишет, что перемещалась столица, и это подтверждается археологически, что они столицу двигали, и закончилось это все дело восстанием регионов, и страна распалась. Это в какой-то степени уже тоже археологически подтверждается, и чуть позже я буду про эту династию Джоу тоже говорить. Развитое было земледелие пшеницы, ячмень, бобы, фасоль, шелководство уже в этот период было, свиньи, собаки, коровы, лошади, козы, куры, утки, гуси. Охота, собирательство, мотыги, серпы. То есть хозяйство примерно соответствует тому, которое было в бронзовом веке в Европе, но в Передней Азии, по крайней мере. Оружия развиты, постоянно они воюют со всеми соседями, это и есть. То есть цивилизация достаточно милитаристская. Полноценная система письма, о которой я тоже расскажу, но в общем никаких промежуточных стадий не дается, сразу они идут с готовой письменностью. Откуда взяли, непонятно. Расскажу потом про письменность, конечно. Имеется верховное божество Шан-Ди, которое возглавляет всех этих умерших предков. Основная коммуникация ведется не с богами, а с умершими предками почему-то в этой цивилизации. Нехарактерная, естественно, для Шумера, Египта, нехарактерная для арийцев, которые тоже все молились богам архетипическим. А вот эти все молились своим собственным умершим родственникам и ожидали от них помощи. Но Шан-Ди все-таки глава всего этого, он постепенно обобщался, он считался уже небом. То есть, ну он был таким, небо такое вообще, как бы вообще общая власть над миром. И император, соответственно, сын неба. Но вот непосредственно небу как бы обращаться смысл мало, обращались вот конкретно, допустим, дедушка умер, он там обрел какие-то силы в загробном мире, и он может помочь. Также они поклонялись силам природы. Дождь, ветер, гора, река. Нет данных каких-то почитаемых героев. Почему-то нет, на самом деле, мифологических сюжетов, которые потом Сематя немного сочинит. На самом деле, вот никаких подтверждений, каких-то развитых мифологий, которые потом будут у китайцев, нет. Только вот этот культ предков и гадания на костях, попытки получить у них информацию. Нет никакой истории. Они не пишут никаких данных, даже о перемещениях своей столицы. А в этих предках они просто к ним обращаются, они не пишут, что эти предки делали, только имена. Они не пишут, что делают их цари и так далее. Довольно, в общем, странная культура. Оставила интересные всякие памятники, архитектура, искусство и так далее. Вот очень печально, что государство врут об этих древних культурах, потому что эти древние люди, они имеют свои достоинства реальные. И заменять все эти, то, что они реально делали, они построили города, они создали цивилизацию, они создали интересные произведения искусства. Это было. И заменять это на всякие сказки, сочиненные уже через тысячу лет, это на самом деле, в какой-то степени, это оскорбление этих предков. Но вот, к сожалению, мы в таком мире живем, когда государства предпочитают сказки, а не реальности, навязывают это, естественно, в науку и в историю.